Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Рецепи Фо Дизастер. Итак, начинаем последнюю миссию, друзья, называется она Морковь. Вы, наконец, попали в большой город, и мечта вашей жизни вот-вот станет реальностью. Удача и слава ждет вас, но за блеском неоновых огней не все так, как кажется на первый взгляд. Ресторан по уши в долгах, а его команда хоть и умеет работать, но набрана из эгоистов и спорщиков с надуманными карьерными амбициями и раздутыми ожиданиями по зарплате. К тому же все проблемы, которые вы получили от клиентов, в таком модном месте только усилятся. Забудьте про ребрышки от Джамала, финансовые воротилы, адвокаты, режиссеры и инфлюенсеры бывали в лучших заведениях по всему миру, и их ожидания нелегко оправдать. Это ваше главное испытание, попытайтесь расплатиться по долгам, держать везде команду и потешить самолюбие богатейших клиентов. Вы на финишной прямой, решите эту головоломку, сумеете справиться с любимым рестораном в мире. Поехали. Ну что ж, давайте попробуем. Деньги на старте минус 1000, воу. Окей. Популярность 20%, задача купить участка 4, посадка 12 столиков, хорошо. Популярность 70%, бонусная популярность 100%, условия поражения, популярность 10%. Да, я чувствую, будет нелегко, особенно поначалу, но мы попробуем с вами справиться. Итак, друзья, вот и ресторанчик, слушайте, и выглядит он действительно презентабельно. Довольно-таки много столиков, очень много пространства, много разных украшений даже есть. И огромная кухня, вы только посмотрите на эту просторную кухню с огромным количеством разных приборов. Я думаю, что мы с вами половину сейчас из них будем продавать. Ну, во-первых, чтобы сегодня не закончить минусом, да, потому что, значит, мы с вами вылетим. Вот. И столики тут даже не на улице есть немножко. Я думаю, что мы с вами с улицы уберем. С таким... С такой популярностью, точнее, скорее всего, у нас много не будет гостей, я думаю, изначально. Поэтому какие-то столики, я думаю, что мы с вами продадим вот это. Мы с вами продадим вот это. Я оставлю вообще 4 столика для начала. Продадим вот это. И у нас, я заметил, здесь вообще нет туалета. Это как так-то? Нам с вами обязательно нужен туалет. Прямо 100% нужен туалет. Так, это я сразу двигаюсь сюда. Ну, так, чисто, для разнообразия я решил эти оставить. Внутрь давайте поставим их здесь. Вот. 4 столика. Всё. Отлично. Для начала нам с вами хватит. Вы в долгах. Если закончите деньги с минусом, на счетах вы банкротитесь. Возможно, стоит что-то продавать. Да, да, этим я сейчас и занимаюсь, игра, как ты могла заметить. Именно этим сейчас и занимаемся. Что у нас, кстати говоря, по звёздочкам? Ну, здесь всё шикарно внутри, конечно. Может быть, даже стоит что-то продать из украшательств? А это у нас на улице типа висит вообще. Давайте это не на улице повесим, повесим где-то внутри здесь. Для начала, так сказать. А потом, может быть, и правда что-то продадим. Из этого. То, что имеется у нас с вами здесь. Так. Здесь у нас как с вами всё располагается. У нас с вами здесь есть украшательство, но нету здесь. А, здесь какая-то картина, что типа того висит. Хорошо, я повешу это просто здесь тогда, давайте. Это у нас всё, я так понимаю, и светильники ещё даже какие-то здесь есть. Ничего себе. Здрасте, приехали. Так, светильнички. Ну, их можно продать, я думаю, для начала. Хотя, возможно, у нас потом на улице всё это вернётся, но сейчас нам это не нужно. Поэтому я сейчас продам, получу за это немножко денег также. Чуть-чуть совсем. Ну, так или иначе, всё в плюс. Идёт нам. Так, у нас с вами уже минус 310, но мы с вами плюс сейчас ещё и технику продадим. Мусора никакого здесь нет, чтобы продать его, да, поэтому здесь ничего не поделаем. Так, а у нас какой здесь участок? Это у нас всё тоже наше, да, получается. То есть, в принципе, мы с вами здесь можем вот эти штуки попродавать пока что. Не то, чтобы они нам здесь шибко нужны были, да? Я так думаю. Окей, вот так сделаем. Да, у нас минус 260 уже. Ну, внутри всё же замечательно так пускай остаётся, я думаю, да? Потому что, как бы, нужно, чтобы люди хотя бы восхищались тем, какой у нас классный ресторан. Потому что поначалу, думаю, будет совсем беда у нас. Вообще, буквально совсем беда будет. Но мы выдержим обязательно. Так, ладненько, хорошо. На кухне всё плохо пока очень, но нет денег, чтобы поставить здесь им свет. А ему очень поможет в этом плане. И давайте посмотрим, что у нас на складе есть, во-первых, да? У нас даже ёмкость склада немножко заполнена, переполнен, я бы сказал так. И здесь у нас есть... Ну, сразу, во-первых, всё, что есть, заказывать будем, естественно, чтобы они привозили. Да? Если что-то будет заканчиваться. Я смотрю, у некоторых вещей очень много. Например, красной икры у нас с вами целых 40 единиц. Аж вау. Ну, значит, долго привозить её не буду. Это замечательно. Сейчас мы с вами ещё и на меню глянем обязательно, само собой. Так, здесь всё сделали. Меню давайте посмотрим, что у нас здесь. Поросёнок. Свиные ребра. Так, хорошо. Ценники. Ценники у нас с вами могут быть сейчас в шесть раз, в принципе, наценка. Да, может быть. Ну, оставим пока какие есть, тогда не буду сейчас их шибко трогать. Так, манго всякое. Ну, короче, тут тоже пока особо не будем ничего трогать. Как будут у нас с вами жалобы, так и будем менять, понятное дело. Лака, восточный Сен-Пьер, коробка икры. Слишком, мне кажется, дёшево для коробки икры. Ну, ладно. Так. Розовая радость, чудесный краб и поросёнок. Понято. Ну, не такое большое меню обширное, но так или иначе. Что же, давайте теперь кухню посмотрим. И потом... А, во-первых, давайте посмотрим, что у нас с вами здесь по персоналу. Инициатива. Обслуживает столики, если не... О-о-о. О-о-о. Какой молодец. Слушайте, это... Прям вообще клёвый. Ни разу такого перка здесь не видел. И, в принципе, по обслуживанию это неплохо, но... У нас здесь уборочка будет, скорее всего, да, у человечка. Тусовщик. Приходит позже, уходит раньше. Класс. Почему бы и нет? Вот, на подачу человек явно нацелен. Так, у нас гриль... Я, насколько помню, уморка. Да-да-да-да-да. Поэтому этот гриль можно заменить спокойно. О-о-о, подача есть. Филипп Фокс. Он как раз-таки не любит использовать мясо как ингредиент. Поэтому его на подачу отправить. Пускай там занимается в зале. Но, в принципе, у нас на подачу есть вот человек. И есть, в принципе, вот человек. Да, тут ещё и, как бы, это речь, я так понимаю, дополнительный. Иногда, когда будет не занят чем-то. Например, уборкой тот самый. На уборку есть. На подачу есть. Теперь надо смотреть, что у нас с вами по навыкам поваров у них. Так, здесь вспыльчивость точно будет на кухне тусоваться. Никуда вообще даже выходить не будет. Ну, в принципе, всё на единичку здесь, к сожалению. Но будет прокачиваться. Чё поделаешь. Потихонечку. Здесь нарезка хорошая, очень сильная у человека. А, ну он у нас на подачу будет, скорее всего, да? Или чё? Ну да. Наверное, да. Всех бесит. Точно на подачу нет. Ну, хотя он вообще всех бесит. Стресс сотрудников. О, блин. Вот от такого, мне кажется, нужно вообще избавиться, честно говоря. Он-то и ты как бы не особо и здесь-то такой, что прям очень какой-то клёвый, да, был. Ну, хохонюшки, хохом. Так, всех бесит. Что у нас там здесь есть? Давайте посмотрим. Ты у нас чё вообще, Джозеф? Ну да, его можно спокойно уволить, в принципе. Нам нужен какой-нибудь повар. Мы бы неплохой, было бы хорошо. Так, ну вот, в принципе, плита, духовка. Во! Комплексы. Не можешь подавать блюда. Нам и не нужно. Шеннон, ты у нас будешь чисто на кухне трудиться. Давай мы тебя наймём тогда, Шеннон. И как раз Джозефа уволим. Так, Шеннон нанимаем. Джозеф, до свидания, говорит нам. Пока, Джозеф, пока. Всё, всего хорошего. Было приятно с тобой поработать не очень. Так, ладно. Но остальные вроде более-менее сойдёт на первое время. Главное там всех расставить как надо. Вот, конечно, эти тусовщики не очень круто, но ладно. С персоналом вроде бы тоже более-менее разобрались. Окейушки. Далее. Нету вообще ни одного туалета, что скажется стопудово негативно, потому что все будут рейджить по этому поводу. Говорят, типа, какого чёрта я хочу в туалет? Почему здесь его нету? Поэтому в каком-то закутке я хотел бы просто сделать... Просто кабинку сделать. На самом деле, это будет вполне себе достаточно. Для начала, конечно же. А потом уже думать над остальным. Ну, давайте, давайте здесь приделаем. Так. Текстуры стены. Она вроде бы вот такая, но вот цвет сейчас будем подобрать. Чё-то типа такого, наверное. Может быть, чуть потемнее. Не знаю. Ну, примерно там будем подойти. И уже ладно, в принципе. Слишком тёмная, да, скорее всего. Ну, ладно, сойдёт, сойдёт. Так. Раз. И вот так сразу же сделаем, короче. Ну, такой вот просто будет туалет, да, в виде кабинки покажут, что поделось. Денег у нас с вами сейчас очень ограничено. Так, туалет. И дорогущая, блин, дверь. Всё, кабинка есть. Кабинка есть. Там ничего нигде не вылезает. Всё хорошо. Вот, пожалуйста, хотя бы... Хотя бы одна у нас с вами для начала, но будет. Это уже здорово. Так, здесь у нас с вами светильники ещё висят, кстати, всякие разные. И если мы с вами здесь будем дальше делать кабинки, нужно будет оттуда убрать его, кстати говоря. Этим, в принципе, тоже можно сейчас заняться. Двигать. Так, а куда-то мы будем двигать? Ну, просто из туалета хотя бы куда-то, да? Так. Или даже знаешь, что ты, в принципе, здесь не особо нужен. Может быть, повесим где-то здесь. Ну, смотрю, такие зоны, знаете, есть. Где вообще... Ну, чего-то явно не хватает, короче говоря, да? Так, а ты у нас где, получается, вот здесь висишь? Угу, тут, конечно, ровненько не получится совсем сделать. Но мы с вами пока вот так здесь тоже немножко зону зелёненьким закрасим чуть-чуть. И, возможно, отсюда светильник тоже потом в дальнейшем уедет. Ну, пока там ничего не мешается, и ладно. Так, кабинка есть. Вторую строить пока даже не буду. У нас с вами минус 500. Нужно ещё как-то от этого минуса избавиться. Но надо что-то продавать. Холодильники продавать не особо вариант, честно говоря, пока что. Особенно если у нас с вами будут пока ещё новые рецепты появляться. Тут оно точно не вариант, потому что у нас и так-то некуда получается складывать. Всё это дело. Ну, короче, нужно украшательство пока выбирать, я считаю. Они дают денег немного, но в целом... Сейчас мы без них как бы и переживём. О, 125, ничего себе, нормально. Главное, чтобы где они сидели было всё зелёненькое, красивенькое, хорошенькое. Так, минус 319. Ну, давайте вот здесь лишнее уберём пока что. Я думаю, что мы с вами фритюрницу одну продадим. Оставим ещё одну. Здесь у нас с вами стойка есть широкая, её и оставим. Эту продадим. Так, духовку одну продадим. И, в принципе, здесь тоже по одному всё оставим, да? Давайте один гриль продаём, одну плиту продаём. И у нас, в принципе, уже плюс 180. 180, что хорошо, несомненно. И холодильники остались, и полки все остались, да? И плюс небольшой мы с вами даже ушли. Ну, вот так, наверное, вот как-то так. Будем с вами сейчас начинать открывать наш ресторанчик. Посмотрим, нам с вами ещё нельзя минус... Ой, точнее, нам нельзя ниже 10% лечу пасть. Тоже, как бы, дополнительные сложности, но окей. И надо сейчас всех будет ещё распределять, кого куда. Потому что у нас с вами здесь ничего не назначено. Сейчас они все припрутся к нам, и мы их назначим, естественно. Так. Товарищи клиенты, пока можете даже не заходить, в принципе. Мне нужно понять, кто у нас где работает. Давайте, наверное, начнём сначала вот с этих штучек. Кто у нас будет на подаче? Филипп Фокс. Так, Филипп. На подаче? Да, 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 его точно на подаче. Всё, 4 столика твои. Окей, окей. Я думаю, что он даже сейчас один, в общем-то, справится, скорее всего. Так, Филипп, ещё раз посмотрим. У тебя уборочка на двойку. Можно будет тебе, в принципе, назначить и уборку здесь. Но мы тебе какого-то помощника сейчас найдём. Ты не переживай. У нас там, насколько я помню, ещё хороший скилл подачи был у... Наташа, Наташа. Так, Наташа. Наташа у нас на... Ну, это вообще-то морг у нас на гриле, тусовщица. Давайте, давайте. Наташка у нас тоже пойдёт, короче, когда-то здесь. Как раз они будут и здесь всё делать, и прибираться потихонечку. Отлично. Окей, это сделали. Так, теперь нам с вами нужны ещё зоны уборки. Значит, мы это сами изначально не сделали. У нас зона будет здесь. Но на кухне будут прибираться сами повара. Там как-нибудь мы поставим их, посмотрим. А здесь уже эти ребята, которые как раз-таки здесь занимаются обслуживанием клиентов. Ну, и здесь сейчас тоже мы расширим странную территорию. Пускай здесь на всю территорию убираются. Так, значит, у нас с вами получается Наташа здесь будет убираться. И также Филипфокс. Всё, окей. И только единственное, что мы с вами здесь поднимем, конечно же, чистоту немножко до 60%. Так, а вот здесь у нас с вами будет болтинничек. И сейчас сначала поваров назначим, а там уже посмотрим, у кого меньше занятий будет. Кто будет против уборки, тот и будет этим заниматься. А у нас ещё бренд, я так понимаю, на работу не вышел, да, зараза? Ах, ты же бренд. А ты чё не выходишь на работу? Ты у нас тусовщик тоже, что ли, или что? Ну, понятно, тусовщик приходит. Короче, когда хочет, приходит, когда хочет, уходит. Ну, ты даёшь. Хотя он тоже так-то на подачу у нас, кстати говоря, по идее. Но у него ещё и как раз-таки вот на досочку скилл. Блин. Вот плохо, что ты не пришёл. Плохо, что ты не пришёл, дружище. Так, стоп, а у нас ведь у Рене этот скилл ещё был, да? Ну, она будет просто помогать, когда быть не занята, и всё. Хотя вот её на уборку можно назначить, было бы. Но она у нас будет убираться тогда, знаете, где на кухне. Она на кухне будет что-то делать и убираться на кухне, вот и всё. Так, значит, здесь у нас на уборку сразу отправим её. Давайте, в любом случае. Рене, да? Вот она. Угу. Прибирается-убирается здесь на кухне. Блин, я надеюсь, что Брэнт-то придёт, и мы с вами сможем у нас, значит, сюда. Пускай она там тусуется. Значит, на фритюре у нас кто-то будет? Шеннон пускай на фритюре тусуется, она это любит. И как раз можно Рене, либо Морка, например, да, отправить сюда. Так, кто у нас в духовочке? Опять же, Шеннон. И, допустим, Филиппу... Нет, Филиппа не будем трогать, он у нас там пускай занимается здесь всем. Так, тогда кого-то, да? Наверное, тоже Морка, пускай подпрокачивается, короче говоря. Здесь у нас... Ну, тут точно Морк. И здесь точно получается Наташа. А Наташа у нас тоже здесь тусуется, да? Да, тогда нет. Тогда не Наташа, тогда Рене пускай помогает. Тоже любит этим делом заниматься. Прокачаются, нормально всё будет. И здесь на плите у нас... Так, ну опять же, Шеннон в очередной раз. И... Опять же, Рене. И такое ощущение, как будто мы с вами Хейди вообще никуда не дослали. А Хейди что делает? Хейди на гриле. Единственное, где может готовить, это гриль, да? Ладно, Хейди, тогда Рене здесь уходит. Давай Хейди возьмём. Где она хоть? Вот Хейди. Хотя бы сюда пока отправим. Там дальше посмотрим. Может, кого-то поменяем как-то куда-то где-то, чтобы попроще было. Но пока что-то, наверное, так распределим. Но так-то есть у нас будет пока четыре столика. Довольно много людей. В принципе, мы с вами сейчас уже в плюсе. Сейчас, главное, не выпасть грязь лицом. И всё нормально. Мы с вами сейчас немножко, так сказать, восстановимся в баланс, да? И дальше сможем двигаться уже по задачам как раз-таки. Но посмотрим. Скорее всего, сейчас будут клиенты очень привередливые. Им всё будет не нравиться. Мы с вами должны будем на ходу всё это в полёте, так сказать, менять. В общем, запускаемся. А там дальше будет видно. Склад замороженный. Ну, пока заполнен, да, что делать. Творец, главное, тоже поставили кабинку хотя бы одну. Я думаю, для первых клиентов хватит. Вот уже и первый клиент в Тегоре идёт. Здрасте. Два первых клиента. Заходите к нам. Ребятки, обслуживаем. Столик пришёл, давайте. Занимайтесь. Опа. Здрасте. Какое-то предложение уже сразу же, да? Так, Шенн, сходи, спроси, что надо. Мне б денег для семьи. А, да, серьёзно, дружище? Ничего себе. Вау. Завтра можете поесть здесь бесплатно. Давайте вот так же делаем. Ну, типа, чтобы совсем не отказывать ему. Пускай едят бесплатно. И завтра он, короче, приводит арову из 8 человек, не знаю, из 20 миллиардов. Ну, ладно. Это будет завтра, знаете. Оставим проблему эту с завтрашним нам, а не сегодняшним. Так, к нам пришёл этот товарищ-то Брент или нет? О, Брент на месте, неужели? Класс. Вот, иди фигачь сюда. Так, Брент, что ты ещё можешь? На подачу, в принципе, неплохо так-то, кстати. Ну, будем иметь тебя в виду, опять же. Если надо будет здесь помощь потом уже, то, может быть, я отправлю тебя в том числе и на подачу. Потому что ты можешь только на стойке работать, а остальное у тебя всё на единичку. Даже не хотелось бы тебя там, честно говоря, аж шибко трогать. Всё, поэтому пускай я занимаюсь, окей. Там как раз-таки у нас наверняка будет что-нибудь и здесь надо будет нарезать. Да и у нас что-нибудь такое будет появляться. Опять пришли ребята какие-то к нам. Что хотите? Подождите. Так, Шеннон, сходи, пожалуйста, узнаешь, что опять надо там. Если честно, готовлю я совсем плохо, но мечтаю стать шеф-поваром. Ну, у нас как бы и так полная котомка здесь, извините. Не надо, неинтересно. Сейчас будет интересно, конечно, посмотреть на первые отзывы. О, естественно, туалет как бы, а как же без туалета? Так, здесь что-то готово. Шеннон, плохо. Вот, ребята, сейчас вам плохо готовить точно не нужно. Совсем абсолютно точно. Вы бы давайте как-нибудь без этого, пожалуйста, ладно? Творец свободен, иди, пожалуйста. Пока одна кабинка, но что поделаешь. У нас как бы сейчас, знаешь, одному понравилось, а другому не очень. И новый запрос. Ну, понятно, потому что не было хорошего блюда для него, да? Чудесный краб, стоит среднее. Место выглядит отлично. Ничего из моих любимых блюд тут нет. Сардина. Нихера себе. Сардина. На гриле, да? Это что-то новое. То, что мы с вами сейчас не сможем закупить, потому что у нас с вами, скорее всего, заполнено все. Но я пока, наверное, не буду добавлять сардину. Или у нас есть... Ну-ка, погодите-ка, может быть, у нас есть они? Сейчас посмотрим. Сардина, сардина, сардина. А у нас есть сардины. У нас есть сардины, поэтому мы добавим спокойно, вообще, отлично. Так, добавляем новое в менюшку. И мы с вами сразу идем сюда. Сардина с гриля. Естественно, это не будет просто сардина с гриля. Изменяем рецепт, что что-то шикарное. Выглядит это как будто бы какая-то жижа, честно говоря. Какой-то суп, но нет. У нас на гриле она будет, сардина, не хухры-мухры. Давайте мы на гриле также бахнем здесь с вами, знаете, что еще. Нашу любимую спаржу, она как раз у нас есть. Так, спаржа на гриле. И сардина. Ну, я так понимаю, это у нас... Хотя мы можем это отдельно сделать. Вообще, подождите, мы с вами не так же делаем. Мы с вами вот что сделаем. Мы с вами сейчас молотого перчика к сардинке добавим, да? И отдельно еще на гриле будем с вами спаржу, вот. Чтобы на нее молотый перец не фигасить, как бы. Вот, в два этапа будет блюдо готовиться 6 минут. Нормас. Ну, потом мы как-нибудь что пробредим. Это, скорее всего, наставим пока как есть. Сохранить сардину на гриле, да? Так, 2,55 стоит. Значит, у нас у меня будет стоить тема дороже. Что-то у нас не хватает. А что у нас не хватает? Анчоусы? Стоп, какие анчоусы? Это же сардина. Или что? А, не. Фу, смотри. Молотый перец не хватает. Нормально все. Молотый перец не беда. Мы сейчас добавим его сразу сюда. Здесь у нас места дофига и больше. Поэтому окей. Так, это ладно. Это ладно. Со склоном разобрались. Давайте теперь с ценой разберемся. Разберем сейчас сардиле. Сардиле. С гриле сардина. Значит, будет она с вами стоить где-то 12. Ну, примерно пока плюс-минус. Там, а там дальше уже будем корректировать цены. Все окей. Добавляем. Так, что скажешь ты? А, ты ждешь своего этого друга из тарелета? Правильно. Вот у них, конечно, обмен веществ. Слушайте, только поедись, сразу тарелет бегут. Жесть. Нормально. Так, что-то опять не нравится, потому что, блин, не было, скорее всего, их любимого блюда. Естественно. Естественно. Ай, восточный Сен-Пьер просто ужас. Место выглядит отлично. Причем у него нет ни пожеланий, ни негативных каких штук, да? Но при этом ему Сен-Пьер не понравился. Мы доберемся до Сен-Пьера. Что вообще такое, интересно, Сен-Пьер? Давай. О-о-о. Это дофига всякого разного мяса и без ничего. Просто мясо. Во фритюре. Все мясо во фритюре, жизнь какая. Так, ну хорошо, ну давайте мы хотя бы какого-нибудь перчика добавим сюда. Типа пабрики там, да? Чтобы немножко пряностей добавить, так сказать. И это не будет просто куча мяса разнообразного. Это будет огромная тарелка, видимо, с мясом какая-то, да? Ну и к этому будем подавать еще картошку. Картошку... Да тоже, наверное, фри. Блин, я бы, честно говоря, все это на гриле лучше сделал. Может быть, ну нафиг. Может быть, не жарить. Может быть, на гриле действительно сделать. Попробовать изменить рецепт. Потому что из фритюра всегда как-то странно. Давайте-ка я здесь поменяю на гриль. Вот так. Попробуем, может быть, так людям больше понравится. Так, с паприкой все это дело. И мы с вами будем подавать сейчас картошку. Картошка уже фри будет, естественно, у нас. Так, картофанчик фри. Оп, сюда. Ну пока вот так же сделаем. Сохранить. Так, а надо ценник немножко приподнять. Сразу же, да? Ценник у нас будет 55 пока что примерно. Получаться плюс-минус. Так, нарезанной картошки у нас с вами тоже нет. Но сейчас закажем. Ничего страшного. В принципе, не беда. И идем пока дальше. Пока идем дальше, наблюдаем. Наблюдаем, что будет происходить. Но в целом, я думаю, что... Сейчас 2 часа дня. Я думаю, что первый день мы закончим с вами нормально. То есть не вылетим хотя бы отсюда, знаете. Уже будет хорошо. Так, люди приходят, люди заказывают. Идите обслуживайте. Сразу заказывайте. Берите заказики, пожалуйста, у клиентов. Что-то там готовится потихонечку. Так, ну, фритюр. О! О! У нас с вами нету огнетушителей. Так, секунду. Нам нужны огнетушители. Сейчас мы с вами все деньги на это потратим как раз таки. Блин. Но у нас ведь реально здесь нет огнетушителей. Пожалуйста, раз. Пожалуйста, вам два. 200 баксов. Позволим себе потратить. Но нужно тушить, иначе беда. Берите. Ребят, берите. О, все, взяли. Фух, я уже думал, сейчас не возьмут. Потому что... А второй кто-нибудь возьмет, пожалуйста? Давайте, занимайтесь. Нельзя, чтобы мы сгорели в первый день. Понимаете? Нельзя. Мы и так можем погореть. Потому что у нас с вами денег не будет или чем-нибудь типа того. Все, фух. Надеюсь, что все обойдется. Правильно, прибирайся, да. И дальше готовить. Люди ждут заказа свои, между прочим. Давайте, давайте, занимайтесь. И, пожалуйста, без пожаров больше. Ладно, очень вас прошу. Было бы так миленько с вашей стороны. Готов. Подаем, подаем. Подача пошла. Так, надеюсь, вы будете довольны. Там что-то у вас тоже хорошее. В туалет, конечно же. Кому-то сразу нужен в туалет, само собой. О, что случилось? Опять какие-то запросы здесь у нас идут. Да, е-мое. Шенон, сходи, пожалуйста, узнай, что там надо. Прочищу трубы и убавлю огонь. С вас... Служба пожарной безопасности. На следующей неделе давайте как-нибудь в другой раз, возможно. Не знаю, не уверен. Надеюсь, это работает. Надеюсь, это сработает. Жесть. Ладно. Нету блюд, но это немножко, конечно, понизило рейтинг. Но в целом не очень сильно. Что хотим? Пареная пикша? Вареная пикша в меню с глиссарди... Что? А, с глиссардины не очень. Розовая радость не очень. Да вам все не очень, привереды. Так, сардина. Вареный пикша. У нас пикша есть вообще или нет? Сейчас проверим. Угу, есть. Кстати говоря, отлично. Ну, добавляем новый рецепт, что поделать? И знаете что? Мы сами из этого какой-нибудь супчик типа сделаем. Картошечку сюда закинем, лучка сюда закинем. Да и все, наверное. Такой просто будет картофельно-рыбный луковый супчик. Морковки можно было бы еще закинуть. У нас морковки нету. Хотя, морковка у нас хранится просто... Давайте морковки уже. Да, вот так прям вообще отлично. Отлично будет. Блин, а мы сами можем сюда еще и лапши зафигачить, кстати. Ммм. Ну, давайте попробуем так же сделать. Сохраним. Так, вареный пикша, 6.50. Это довольно такой хороший рецептик получается, довольно дорогой. То есть мы сами где-то это будем за 33 продавать примерно. Плюс-минус. Надеюсь, им понравится в итоге. Так, ну, главное, чтобы опять же рейтинг не опустился ниже 10%. Так, а у нас там что-то не хватает? Да, много чего не хватает на самом деле. Заказываем. О, так, слушайте, люди даже довольны были. Хорошо еще и приходят. Уже 7 вечера, еще люди здесь есть. Так, кушайте на здоровье давайте. Кушайте и давайте нам с вами звездочки и, пожалуйста, денежки. Что тоже немаловажно для нас с вами сейчас. В данной сложившейся ситуации, так сказать. Ну, надеюсь, что все нормально будет. Слушайте, ну не, в первый, в принципе, день, я думаю, мы с вами пережили. Нормально, пережили? Так, в туалет сходил, молодец. Теперь давай. Во. Неплохо. Место выглядит отлично. Это точно, это точно. Новый запрос. Так, вареный окунь в меню. Чудесный крап, ничего так. Угу. Вареный окунь. Опять же, если у нас с вами есть он, то это будет хорошо. Вареный. У нас окуней нету, блин. У нас окуня нету. Пока не будут добавлять. У нас там и так пока склад подзабит. Пофиг. Потом когда-нибудь. Сейчас пока наблюдаем, что у нас с вами здесь происходит. Я так понимаю, последний клиент на сегодня, да, у нас сейчас происходит, конечно же. И, ну, все, мы с вами здесь не прогорим. Уже сегодня точно. Так, что скажешь? Отлично. Четыре звезды и денег дал. Шикос. Все, нормально. Первый день мы с вами отработали хорошо. Нормально отработали. Не прогорели. Кое-что продать пришлось, конечно же. Но в целом, в целом все нормально. И негативных отзывов 26. Ну, понятное дело. Такое ресторанище, собственно, первый день заново, так сказать, открылся. Поэтому довольно много их. Но в целом, в общей массе все равно меньше получается. Финансы. Очень неплохо. Очень неплохо, как по мне. Так. Ну, здесь стояли на месте, потому что их много. А людей было не так уж много. Поэтому, конечно, проставили ребятки иногда. Лака. Чудесный краб. Популярностью сегодня пользовались. Окей, второй день начинаем. О, нет. Второй день начинается с пожара. Это не очень круто, но... Душите на месте. Так, а здесь что хотите? Кто-нибудь? Сейчас, ладно, сначала потушат, пускай. Потом уже будем заниматься. Что там? Шеннон, сходи, пожалуйста, спроси. Мы бы хотели закрыть ресторан раньше. Нужно провести здесь встречу. Визит мафии опять. Я зову в полицию. Не надо нам такого счастья. Нам тут, собственно, и без мафии сейчас не очень просто, знаете ли. Так, вот здесь огромная компашка. И что там до сих пор готовится? О, наконец-таки все приготовились. Ну, мы долго готовили. Надеюсь, там, собственно... Скорее всего, не будут жаловаться то, что очень долго подавалось, да? Надеюсь, им понравится еда хотя бы. Так, здесь тоже подарки готовы. Все, шикос. Твалет, конечно, да, твалет есть. Пожалуйста, проходите. Фу, но второй день тоже. Лучше и две звезды получаем. Новый запрос. Потому что нету, да, скорее всего... Опять окунь. Да, ебаса ты. Да подожди с ним окунем. У нас просто места нет для окуня. Можно, кроме окуня, что-нибудь заказать? Закажите копченый лосось, там какой-нибудь, не знаю. Или сардины, там не знаю. Хотя, вообще, знаете, что нет? У нас место появилось уже. Отлично. Мы можем окуня заказать. Давайте добавим его в меню тогда. Все, нормас. Пожалуйста, вот он, ваш вареный окунь. Просто... А почему он, извините меня... А? Чего? Варить. А почему там другой какой-то значок показан? А, навыки. Типа, какой навык нужно? Да, да, все, фух. Окей, вареный окунь. Тоже можно супчик сделать из него. Ну, либо просто, не знаю, вареный-вареный. Да, блин, не знаю, вареный. Мне кажется, только суп нормально будет. Давайте морковку, типа спаржу. Ну, немножко другой рецепт сделаем. Морковку, спаржу и что-нибудь еще. Чесночка закинем. Не-не-не, лучка. Где лучок? Лучка, вот так, все, вареный окунь. Сохранить. А, ну и перчика давайте накинем сюда, так. Молотый перец. Во, все, сохранить. Так, 455. Сразу давайте идем сюда, значит, вареный окунь. Ну, это где-то будет на с вами 20... Ну, 23 пока будем врать за это примерно. Так, пришлось подождать, пока Фокс что-нибудь принесет. Ну, да. Им нужно больше сотрудников, да нет. Просто заказ, блин, лютейший был. Жесть. Они нам, конечно, за это плохие оценки поставили. Ужас. Ужас, ужас, ужас. Вареный окунь в меню. Так. Ага, все, окей. Да, плохо, конечно, долго так готовили. Но, что поделаешь, пока вот так вот. Пока что так. Так, больше вариантов у нас с вами здесь все равно сейчас нету. Приборов нам не на что пока покупать новых. Хотя, конечно, мы с вами потом заменим все это на крутые приборы, само собой. Но, видите, люди довольны и уходят. Нормально, просто какие-то опять привереды попадаются. А так-то в целом все неплохо. Но уже, в принципе, второй день подходит к концу. И нормально. Главное, опять не в минусе. Невероятно быстро. Вот, видите, все хорошо. Когда там не 40 человек. Так, все идет супер гладко. Так, я так понимаю, у нас с вами сегодня больше, что ли, не будет никого? Еще 6 только вечера. Пожалуйста, зайдите кто-нибудь к нам на нужные деньги. Эй. Во. Все верно, все верно. Давайте, давайте. Компашка из трех. Нормально. Смотрите, что закажут, конечно. Интересно, даже гляну, что там не заказали. Ну-ка. Поросенок. Сардины с гриля. Ага, две сардины с гриля. И да ёпперсоты. О, боже мой. Тушить скорее. Хоть поджигать. Поджигать ли вы, а? Сейчас глянем, сколько у нас денег в конце дня будет. Может быть, завтра сможем позволить себе что-нибудь заменить. Хотя мы же с вами еще и денег полутаем с того, что продадим. Это, ну, часть, половину получается, да? Там опять какой-нибудь гриль поставим. Плюс, либо, может быть, фритюрница. Еще что-нибудь типа. Наверное, гриль. Смотрите, здесь довольно часто все делается. О, морг там что-то шикарно приготовил. О, молодец какой. Давайте, давайте, давайте. Люди ждут. Опять сейчас скажут, что слишком долго ждали. И все вот это. Вот опять нам две звезды поставят. А мы будем, блин, с этими звездами сидеть. Так, подача, пожалуйста, давайте. Отлично, Фокс. Уровень. Фокс на подаче апнул уровень. Молочинка, давайте. Можем подачу еще добавить ему. Плюс, кстати говоря. Снижает уровень стресса людей в комнате. Ну, давайте подача. Раз у нас на подаче тусуется. Пускай будет. Так, я спрятал, чтобы нам с вами неплохо было бы еще кабинку поставить. Да, потому что люди тут ждут туалет. Ты, друг, давай быстрее. Потому что там там не удалось сходить в туалет. В смысле? Так, а подождать типа нельзя было? Жесть, какие они. Вау. Из-за этого нам рейтинг снизили. Ну, вы даете, конечно. Засранцы какие. Так, ну, в целом, мы с вами можем позволить поставить себе туалет. Сейчас день закончится. Посмотрим, что там по итогам у нас. И завтра придумаем что-нибудь. Может быть, еще одну кабинку действительно. Так, ну, негативчика довольно много пока. Все, еще 300%. Это из-за туалета, из-за того, что там один раз долго обслуживали, получается. В основном, а так-то все хорошо. Здесь меньше сегодня, но в целом, что-то там было. Окей. Так. Вареная пикша сегодня у нас на высоте. Так, день следующий, да? 300 баксов. Ну, давайте. Я думаю, да, мы с ним поставим еще один туалет тогда. Так, дублировать. Сюда сразу сейчас стеночку. Текстура. Меня интересует вот это вот, конечно же. Раз, два. Дорогущая дверь. Супер дорогая дверь. Прямо невероятно дорогая за сотку. Две кабинки получаются. У нас с вами теперь есть, да? И 100 баксов еще остается. Но нам, наверное, не хватит. Сколько там стоит прошаренный гриль у нас? 380. То есть, если мы с вами сейчас продадим вот это вот. Как он обычно стоит? Гриль. 180. Мы 90 с вами только получим. Это будет 200, да? Не, пока в минус не буду. Не хочу уходить. Лучше денечек подождем. Посмотрим, как у нас с вами сегодня что там получится еще. И будем дальше заниматься. Пожаловались на чудесного краба. Давайте глянем, что за чудесный краб. Такой, что он ужас. Изменить рецепт. О боже. О боже. Все из фритюры. Серьезно. И краб. Еще и манго в фритюре. Понимаю. Так. Ну, давайте манго как бы просто готовить, да? Будем. Вот так вот. Как бы просто нарежем. Будем подавать тогда. К этому ко всему. Хотя бы. Так. Здесь не фритюр точно будем варить, скорее всего. Краба давайте как-нибудь так. Креветка с маслицем. Ну, нормально. Пускай будет с маслицем. Так. Только я, наверное, что-нибудь добавлю. Молотого перчика здесь бахнем еще хотя бы. А здесь... Не, не буду. Не-не-не-не. Лимончика. Лимончика давайте вот так. Креветочка. Вот так вот. Сделаем немножко такой вот. Посложнее рецепт. Но я думаю, нормально будет сохранить. Так. И надо ценник, конечно, поменять ему сразу же. Тут же. Интересный краб. Он будет где-то у нас с вами подаваться за 50. 52 даже давайте поставим вот так с вами. Так. У нас тут Наташка получает уровень. Давайте смотреть, что надо. На уборке она, да? Получает. У нас обслуживает уборку, получается. Быстрые ноги. Либо клиенты готовы платить больше. Я думаю, вот это вот давайте возьмем. Чтобы они готовы были платить больше, соответственно. Очередные новые блюда. Нас тут просят вареный кальмар. Говорят, что-то прям все по вареному здесь угорают, да? Вареный кальмар. У нас кальмарчик есть вообще или нет? Или это опять то, чего у нас с вами как раз таки? Кальмар есть, кстати. Ну да, добавляем тогда давайте. Почему нет? Рецептик новый. Так, вареный кальмар. У нас с вами здесь есть. И, естественно, это не будет. Просто у нас вареный кальмарчик. Он у нас будет с чем-нибудь подаваться. Будет у нас с вами кальмарчик. Так, и отдельно нарезанный лимончик, кукуруз, там и манги немножечко. Вот так вот сохранить. Так, и ценник тоже. Сейчас, конечно, с вами поменяем. Вареный кальмарчик у нас будет здесь продаваться где-то примерно за 17. Оп, все хорошо. Надеюсь, вам понравится. Ну что ж, у нас с вами получается третий день уже подходит к концу тоже. Ну, 180 баксов. Деньги сейчас не особо, конечно, плотно идут, потому что репутация небольшая. Не так много людей приходит в течение дня. Но я думаю, что сейчас мы с вами как раз таки приподнимем ее, и все будет хорошо тогда. И денег будет больше, опять же, сможем потихонечку поменять. Даже думаю, что, возможно, завтра сможем что-то поменять. Потому что, опять же, еще и деньги за продажу идут. Ну, посмотрим, если хватит. Пока что люди даже что-то тут, собственно, к нам ходят, заказывают. Не самое дорогое, возможно, но так или иначе. Какие-то деньги здесь мы с вами обязательно полутаем, само собой. Так. Точка кипения, Наташ, Наташ, Наташ! Что такое, Наташ, ты чего? Не кипи, пожалуйста. Иди, знаешь что, иди... Домой, наверное, уже иди, на самом деле. Просто иди домой, и все. Тут дальше справимся без тебя. Все, отдыхай. Не отлетай, пожалуйста. Ладно. Все, уходи, уходи. Наташ, уходи. Ушла. Молодец. Так, в туалет, естественно. О, деньги появились немножко. Отличненько, шикарненько. Все, сейчас, видимо, последний клиент на сегодня, я так понимаю, да, тоже? И... Что скажет? Нормально. Пойдет, сойдет. Что, не хватает? Не хватает чего-то у нас с вами. А, кукурузы нет. Понимаю. Так, вот тоже заказываем, кстати говоря, штуку сардины. Все, шикос. У нас с вами еще и здесь не заказана паприка, кстати. Какого-то фига. И спаржа. Ну, спаржа, пока еще, видимо, было на складе, поэтому не заказывал. Так, еще вот здесь нолик тоже стоит. Надо поправить, чтобы всегда было минимум. Хотя бы какой-то. Ну, вот вот так. Отлично. Ну, вот, сегодня уже всего лишь 13% негатива. Все, становится лучше. Так, здесь, правда, с деньгами беда небольшая случилась. Ну, ничего, переживем как-нибудь. С грилей сардина. Популярнее всего было, да, сегодня? Так, ну что, у нас 220 денег есть сейчас. Довольно, в принципе, две кабинки есть, пока, я думаю, хватает на такое количество столиков. Да, давайте чем-нибудь и, правда, прикупим здесь хорошего. Чтобы прям супер готовили. Если, конечно, хватит. Что здесь такое? Нет, здесь все заказано. Все нормально, просто надо ждать. Значит, смотрим, что сколько стоит. Итак, допустим, гриль 380 стоит. Да, мы получим с вами здесь 90. Блин, немножко не будет хватать, на самом деле. Даже денег-то все равно. Ну, будет небольшой минус, который мы, скорее всего, в течение дня, возможно, даже топьем, но я тогда лучше начну с тем, что есть, честно говоря. Не буду рисковать, вот так. И вообще, я докуплю еще один лучший огнетушитель, потому что вот они тут пока двое носятся, но успевают перекинуться на другие вещи иногда, поэтому чем больше, тем лучше будет этого добра. У нас места для этого, как раз, сейчас много очень. Что здесь, хотя бы третий повешу? Вот. А это уже минус сотка получается. Так, опять какие-то люди на блюде к нам пришли. Что такое? Что хотим? Шеннон, сходи, спроси, что там надо. А где-то мама учила меня пользоваться фритюром? Так, понятно, неинтересно. До свидания. У нас так много народу сейчас. Во, слушайте, ну люди потихонечку поперли. Люди потихонечку поперли. Это радует, конечно. Несомненно, тут большая компашка была. Сейчас она уйдет и... Что там по денежкам? Ну-ка. О, найс. Денег получали хорошо. И место выглядит отлично. Шикарно. Плюс у нас Филиппс... Филиппок наш поднял уровень еще. Что у тебя здесь есть? Оскок. Так, добавляет к вашему науку уборки. В принципе, тоже можно ему добавить. Основление сил работает быстрее, когда полный... Давай вот этот вот оскок себе добавим. Уборка, в принципе, так потихонечку прокачается. Нормально будет. Все, поехали. Шикос. А вот сейчас уже, я думаю, если с вами здесь тоже денег полутаем и тут денег полутаем, то можно будет задуматься о все-таки смене каких-то агрегатов еще дополнительно. Но, опять же, посмотрим, смотря что у нас с вами будет дальше. Так. Понравилось. Все шикарно. Отлично. Заходите к нам еще. Ну, как видите, пока немножко пустует ресторанчик. Хотя вот люди вроде сейчас должны, по идее, пошустрее к нам приходить, потому что все-таки чуть-чуть популярность дорастет у нас с вами. И это хорошо. Ну вот, слушайте, шикарный день. Получился 6% негатива всего лишь. Отлично. Завтра, чувствую, людей будет больше, надеюсь. Так, немножко денег получили. Отличненько. Вареный какой-нибудь сегодня прямо в почете у нас с вами был. Ну что ж, сколько у нас с вами денег? Уже 350 денег есть. То есть, в принципе, можем потихонечку начинать, я думаю, заменять, да? Все на всем. Так, на лучшее, естественно. Начнем мы с вами, давайте, с гриля. Хочу гриль новый. Так, с этим у нас с вами получается продаем вот это вот. Получаем еще денег. И гриль делюкс у нас с вами отправляется сюда. Давайте-ка вот здесь поставлю подальше, чтобы тоже, если что, вдруг не перекидывался на своем пламя. Во! Ну вот с этого начнем. Все, поехали. Позади еще один день. И у нас опять есть денежки, чтобы за что-нибудь менить. Заменить, заменить. Мы с вами заменим, давайте, плиту, например, да? Так, гриль у нас есть. Духовка делюкс. Плита делюкс. 256 всего лишь стоит. Нам все, она совсем недорого. Так. Окей. Так, плита делюкс. Ставим сюда. Шикос. И у нас с вами даже еще немножко денег остается. Но пока временем с этим. Уже 35% здесь у нас с вами. То есть, в принципе, можно еще и столько пробовать добавить какой-нибудь, да? Например, вот такой же. Сколько это интересно. Это, мне кажется, будет очень много денег стоить. Довольно дорого. Ладно, пока оставим. Еще один денечек потерпим, так сказать, подформим. А там дальше будет видно. Нас очень сильно просят добавить жареное куриное крылышко. Ну давайте, давайте. Рецепт плюс. Такс. И сразу сюда. Во-первых, у нас куриного крылышка нифига нету, да? Добавляем еще сюда. Место благо есть для этого. Такс. И идем сразу сюда. Жареное куриное крылышко. Изменить рецепт. Так. Ну это у нас во фритюре получается она, да? Ну это какой-нибудь пресловутой картошкой фри. Только давайте мы с вами еще немножко специй бахнем сюда. Паприки вот так. И, ну да, и картошку фри сделаем тоже дополнительно. Такс. Картошечка. Картошечка вот сюда. Итак. Еще немножко денег заработали. И нам с вами нужно явно, я думаю, увеличить количество кабинок. Потому что то и гляди. Сейчас тут, собственно, люди набегут. И кому-нибудь там не хватит. И будут потом жаловаться нам, что, мол, вот как так? У вас тут совсем нету ничего. А мы тут, собственно, вот такие вот все. А у вас тут как-то вот так. Короче. Давайте сейчас кабины быстренько наделаем. Еще пару штук, я хотя бы думаю, доставим. Добавим здесь. Дого будет более чем достаточно. Надеюсь, на какое-то время хотя бы. Вот. Такс. Дверьки ставим. Дверьки, говорю, ставим. Раз. Два. И сейчас мы с вами еще сразу туалет тоже бахнем. Раз, два. Все, в принципе. Четыре кабинки. Немножко денег остается. И надо что-то еще на кухне заменять. Я думаю, заменим мы с вами давайте теперь... Ну, духовку можно. Хотя они не так часто все делают. Давайте мы с вами, наверное... А что у нас там по стойкам есть, кстати говоря? Прибор. Есть какие-нибудь делюкс-стойки? Ну, стойка-делюкс есть, да. Но она у нас... А где, кстати, вообще широкие стойки? Широких я здесь и не вижу, честно говоря. Ну, ладно. До стойка мы с вами доберемся. Давайте все-таки что-нибудь... Вот фритюр, наверное, да? Мы довольно часто используем. Фритюр. Такс. 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 Фритюрница делюкса. Это то, что нам с вами надо. Это пока убираем. Это добавляем. Оп. Шикос. Итак, 57 у нас с вами уже процентов. Здесь популярности есть. Я думаю, что надо немножко расшириться. Пару столько добавить. Но не на четырех только, потому что слишком запарно. Они часто бывают. Это все забито уже тоже. Постоянно все выдыхаются. И идут отдыхать. Бегут. Поэтому нужны и новые люди. И все-все-все. Так что я думаю, мы с вами сейчас добавим пару столиков еще. Но таких типа, знаете, лайтовых на два человечка максимум. Так, я хочу дублировать, наверное, тебя тогда. Сколько это нам обойдется. Много это обойдется. Но я пару стульчиков здесь уберу. Пока что уберу. Хотя. Да, уберу, уберу. Не надо, что там так много. Вот. Два здесь. И, собственно, наверное, ну и сюда еще один столик добавим с вами тоже. Так. Дублировать сюда. И тоже пока пару лишних стульчиков здесь уберу. Нам с вами посадку. Главное, столиков тоже здесь выполнить. 12 столиков. Там хоть опять же хоть на одного будет человечка. Будет нормально. Но мы с вами сейчас набиваем популярность для начала. Да, там уже будет дальше видно. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Да, люди еще есть. О, Адам тут же нам попадается. Отличный повар. И вдохновляет при этом. Других снежные остры. Вот это нам нужен. Адам, ты нам очень нужен. Так, давайте еще глянем. Подача. Связи. Так, ну связи-то ладно. Но здесь подача, кстати говоря, тоже. Стейси. Можно отправить ее сюда. Заниматься. Так. Угу. Ну, в принципе, да. Слушайте, давайте-ка Адама пригласим как повара еще одного. Его можно вовсю вообще раскачать. И будет шикарно. Прям реально вовсю. Так. Вдохновляет. Будешь всех нас там бегать, вдохновляет. Шикарно надо. И тебя на подачу стоите. Давай еще тоже. Ну и заодно уборку тоже. Почему нет? Тоже раскачаешься. Нормально будет. Все нанимаем. Двух наняли. Все. Этого будет вполне себе достаточно. Шикарно. Новые люди. Так. Адам у нас. Новичок на кухне. Он будет работать буквально, наверное, везде. На каждом аппарате. Который сейчас свободный. Хотя бы тоже будут подменять друг друга здесь. Так. Супер. Назначил его везде. Пускай работает. Вдохновляет бегать народ. Вот. А Стэйси идет сюда тогда тоже дополнительно помогать. Наташи и Филиппу. То, что надо. Ну, таким составом, я думаю, мы точно должны справиться. Надо будет еще побольше самих приборов купить потом. Ну, мы для начала заменим там уже все. Потом будем дальше бегать. Сейчас, конечно, пока им не нравится. Потому что такое огромное количество народа, скорее всего, здесь, да? Хотя нет. Все нормально. Все у них шикарно. Ну, что ж. Пришло время еще заменить что-нибудь. Например, духовку. Хотя мы в ней вообще, по-моему, особо-то ничего не делаем в духовке. У нас есть что-нибудь в духовке? Розовая радость. Разве что там делается? Да. Которую мы ни разу, по-моему, так и не делали. Не, насчет кого не уверен, конечно. Но. Допустим. Допустим. Так. Стойку нам бы с вами поменять. Так. У нас за стойкой кто там работает? Блин, я уже не помню. Популярности надо стойки еще добавлять. Наши ребята, конечно, здесь бешено зашиваются. Поэтому надо бы разделять их тоже здесь обязанности. Лучше, наверное, пока прикупим то, что мы с вами действительно используем. Типа там гриль дополнительный, плиты дополнительные. Будем покупать все вот это вот. Чтобы они шустрее могли что-то делать. Например, мы с вами тут купим гриль делюкс еще дополнительный, да? Сюда поставим. И плиту. Делюкс. Поставим здесь. Во, уже будет полегче. Ну и, в принципе, и фритерницу тоже можем себе позволить. Дополнительно поставить. Так, хорошо. Так, есть хорошие новости. 70% популярности мы с вами только что достигли. Замечательно. Причем немножко ценники приподняло там. Потому что уже можем позволить себе, в принципе, уже x9 их сделать. Поэтому, по-моему, x7 их сделал недавно. Нормально. Так, у нас тут некоторые ребятки кипят, правда. По поводу и без повода. Нас бесит тут работать. Кого нас-то? Только тебя бесит, походу. Ну, это еще Шенон. Но, скорее всего, из зарплаты, да? Зарплаты, конечно, им тут приходится поднимать тоже. Ё-моё. Так, ну, сейчас мы тебе что-нибудь... Давай-ка здесь. Шенон, ты нас готовишь много где? Да, и насколько я помню. Да, Шенон готовит нас много где. И, в принципе, можно добавить. Либо... Давайте-ка возьмем ей вот это вот, на самом деле. Заготовка так, она сама прокачается. А тут хотя бы будет небольшой бонус к стрессу. Чтобы не стрессовали так сильно люди у нас. Так, ну тебе зарплатку побольше надо, да? Хорошо. Сейчас я тебе приподниму ее. Шенон, Шенон, Шенон. Давай. Это, конечно, у всех уже жуткие зарплаты. Просто некоторых больше пяти, по-моему, если не ошибаюсь. Даже нормально, сейчас посмотрим. Главное, чтобы я сильно не стрессовала. Опять же, все пошло вроде на спад. Отлично. Ну и остальные, вроде, тоже более-менее сейчас довольны своим, скажем так, своей ситуацией на данной работе. Так что все окей. Ну, будем с вами добавлять стулья. Столы, точнее, да? Со стульями, естественно. Так, что там опять тебя? Хейди, не стрессуй. Ну-ка давай, это самое приказчай. Иди домой. Тебе, этот стресс пошел. Что-то какой-то лютый. Что-то такой стресс идет. Не-не, все нормально. Все хорошо. Ну и, как видите, популярность растет, продолжает расти. Это значит, что к нам будет приходить еще больше народу. Еще больше работ для наших ребят. Соответственно, надо будет, может быть, еще больше нанять даже. Посмотрим. Так, день очень прошел. Все нормально, все шикарно. Замечательно. Ух, лако, как сегодня хорошо брали. Замечательно. Так, новый день. Новый день. И я добавляю столики. Но, опять же, скорее всего, на одного. Потому что, ну, тут реально дофига нужно будет. Так, сдублировать. Ставим сюда и, ну, либо еще ряд на двоих сделать. По крайней мере. Вот так, да? Я думаю, да. Так, дублировать. Давайте здесь еще поставим. А вот тут уже столики на одного будут у нас с вами дополнительные. Стоять. Ну, туалет, конечно, такой, если прямо в зал получается. Хотя мы же с вами можем участки прикупить. Я же забыл про это совсем. Нам и нужно их будет прикупить. И тогда можно будет продлить керастуалец сюда. Вот так сделать. Здесь у нас с вами еще часть зала будет. Но это только, когда мы с вами уже купим. А пока мы с вами покупать не можем. Потому что у нас с вами не так много денег. Хотя, при желании, могли бы с вами вот здесь столик сделать. Так-то, кстати говоря. Реально, можно же здесь столик сделать. У нас с вами все равно на улице столов нет. В принципе, это довольно неплохой вариант получается. Потому что я здесь как раз уже здесь дверь сделал. На большое помещение будет. А ну-ка, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте посмотрим тогда сейчас. Так, у нас с вами здесь такой кирпич прямо идет, да? Икс. Где у нас здесь есть? Он крупный такой довольно-таки. Я так понимаю, вот это вот, да? Ну, и в принципе, можно коридорчик-то маленький сделать. В принципе, это не так дорого. Да можно и пошире сделать. Чего там уж париться тогда по этому поводу. Так, а чего у меня текстура не поменялась? А, потому что, блин, здесь-то у нас. Здесь-то у нас с вами совершенно все не так. Как надо. Сейчас опять примерно с вами схватим там, какой надо. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, шесть нормально получается, в принципе. Экс. Ну, и вот, замечательно. Здесь даже можно будет еще и маленький нормально поставить. Слушайте, хорошо. Тогда вот такой приростик сделаем, а что-то хотя бы в зал уберем всю эту тему. Так, ну, ладенько. Хорошо, здесь все перебрали. Тут у нас пока ничего не будет. Просто закрытое помещение. Вот, а здесь... Что у нас там? 300 баксов еще остается. Да, ну, можно что-нибудь, что-нибудь. Типа там раковина какие-нибудь поставить, да? Так, давайте уберем, посмотрим. Ну, чтобы просто красиво здесь было. Немножечко вот так, да? Раз. Две штучки буквально. Надо что-то придумать, что здесь со светом будет. Но опять же, надо будет денег побольше. Ну, и пока и ладно. Пока оставим так. Только надо сейчас будет здесь тогда у нас с вами сделать что? Правильно, сделать нам с вами надо будет... Еще одну зону для уборки, о чем с вами нужно будет сделать. Там... Так, хорошо. И у нас сюда придут ребята работать, которые также убираются и здесь в зале. Ну, сейчас давайте не придут, чтобы мы их назначили. В принципе, я думаю, это будет нормально. Так, еще раз давайте смотреть. Значит, у нас кто там получается? У нас Наташа. У нас занимается этим Филипп. И занимается этим Стейси. Так, ну, пришло время, так сказать, нанимать еще одного человечка. Маркус к нам пришел сейчас. Так, где тут он? Где тут он? Надо его, знаете, куда надо его, короче говоря, на уборку отправить. Тут ребятки вообще не справляются, чтобы помогал им Маркус. Вот тут прибирайся хотя бы. Здесь вроде в зоне по три человека везде. Ну, потом, может быть, разделить, конечно, при желании. Но пока что оставим как есть. Значит, здесь убирайся, вот здесь тоже помогай, если что. Маркус, да. И сейчас надо будет наших людей разделить по столикам все-таки. Кто-то одни столики обслуживает, кто-то другие и так далее. Ну что, немножечко деньжат есть. Давайте тут попробуем немножко ребяткам красоту навести. Здесь трудятся у нас, не покладая рук, постоянно, да. И хотелось бы, чтобы у них здесь, конечно, тоже было более-менее, знаете, такая зона комфортная. Для их работы, вот, вот так вот. Уже получше. Так, еще буквально на один светильничек у нас, у меня деньги есть. Вот, ну, уже в целом, в целом довольно неплохо. Я бы, наверное, все-таки здесь расширил что-то к кухню, чтобы можно было каким-нибудь еще украшательство поставить потом. Но сделаем потихоньку. Сейчас уже, в принципе, не так плохо, как было здесь, да. Замечательно. Туалет тоже побольше поставили. Надо будет добавлять столики. Этим тоже будем заниматься потихонечку. Но, в целом, все очень неплохо. 84% у нас с вами сейчас популярность. Денежки потихонечку идут. Все, вроде более-менее все довольны. Много народа у нас с ними обслуживает здесь ребят. На кухне тоже довольно много ребят трудится. Но, как вы видите, список нефиговый такой. Так, морг у нас с ними апается. И, что тебе, что тебе, давай мы тебе язык без костей возьмем. Чтобы, когда отдыхал с кем-нибудь, то это прям вообще было замечательно все для тебя. Ну, конечно же, пожары не прекращаются. Надо будет все-таки, я думаю, заменить. Да, вот это вот тоже. На более дорогую версию. Возможно, тогда и пожаров будет чуть реже у нас с вами случаться с ней. Так, ну для этого нам с вами также надо немножко денег получить. Чем, в общем-то, сейчас мы с вами и занимаемся. Ну что, настало время для духовки, да люкс, я думаю. Давайте поставим вот такая вот она замечательная. Я думаю, что одной, в принципе, будет достаточно. Опять же, там немного в ней всего делается. Поэтому просто уберем вот так вот и назначим сюда. Кто-то у нас работает. Адама нужно, и Шенн будет. Окей, сейчас они придут. Эд, Адам, и давай, Шенн тоже идите, работай, все. Вот так вот. Вы там будете потихонечку заниматься делом. Ну и, в принципе, можем потихоньку начать участки покупать. Да, нам нужно четыре участка купить обязательно. Даже если мы с вами туда расширяться не будем, то просто, просто потому что тут как бы надо. Вот и все. 90% популярности времени мы с вами даже, может быть, даже бонус получим. Посмотрим, опять же, как пойдет. Так, где у нас там участки? Участок здесь за восемь сотен, да? Ну надо как раз мусор тут уберем, этот дурацкий. Так. Первый участок здесь как будто покупается. Ну, в общем, беру вот этот участок. И пока все. Что восемь сотен, довольно много. Так, я мусор убираю. О, мы с вами сейчас даже в минусе. Ничего себе, здрасте. Но, надеюсь, за день сегодня настреляем. Бонус получен. Популярность 100%. Отлично. Так, ну это хорошо. Это мы с вами получили. Один участок мы с вами прикупили. Надо больше столиков, в общем-то, да? Потому что участки тоже не беда. Надо будет просто больше столиков ставить. Вот и все. Ну, хорошо. Опять же, нужны деньги на это. Мы с вами этим обязательно займемся. Я думаю, что столики будут на одного просто. Ну, чтобы просто доделать вот это вот именно. Кому же, разницы не будет. Сколько там будет человек на нее сидеть? Нашим ребяткам явно будет попроще, когда будет поменьше людей. На колпале немножко деньжат. Поэтому давайте, думаю, что да, столики все-таки поставим. И я, наверное, сейчас, во-первых, включу звездочку. Хочу глянуть, как у нас с вами здесь что будет. И по одному человечку буквально на столик. Может быть, даже здесь несколько тогда поставим. Так, ну сейчас разберемся. Так, здесь столик давайте. Здесь столик давайте. И будем лишнее сейчас убирать. Так, один человек здесь, один человек здесь. Здесь тоже давайте продублируем. Вот так. Вот так тоже сейчас лишнее переставим. В целом уже 12 столиков есть. Но я думаю, давайте, наверное, просто добавим, чтобы было. Так, дублировать. Можем поставить. Да хоть как на самом деле. Хоть так даже впритык. Но так уж мы с вами поступать, конечно, не будем. Так, давай тебя дублируем. И вот здесь рядышком поставим. И здесь то же самое сейчас сделаем, да? Вот так. Начинаем мы с вами с минусом. Просто купили много всего. Но зона здесь отличная. Столиков много. Я думаю, что посадка будет полная. Что у нас с вами 100% как бы популярность. Люди точно будут к нам сейчас заходить. Вот уже как раз и по одному человечку приходят к нам. Те самые ребятки. Но я думаю, что все будет шикарно. Мы с вами сейчас должны будем в ближайшие дни доделать. Но опять же, купить участки еще нужно будет, само собой. Но главное, чтобы здесь галочка у нас поставилась. И потом можно будет хоть все столы убрать и один оставить там какой-нибудь. Так, у нас там Адам прокачался немножко. Давай мы тебе отскок здесь поставим. Довольно часто уходите на перерыв. Душа компании. Так, валяет к вашему новику подача. Подача на 4 сейчас, да? Ну давай. Мы тебе возьмем. Да, подачу возьмем. Держи. Держи подачу тогда. Все, шикос. Ну, туалетов вроде как всем хватает. Надеюсь, такого количества и будет достаточно. Хотя мы, конечно, можем здесь расширить его. У нас с вами есть куда еще поставить еще. Но будем сейчас наблюдать. Здесь у нас с вами пока 4 только столика. Вот уже там, видите, уже ребята откисают и бегут на перерывы скорее. Все. Здесь всем все нравится, естественно. Опа. Что-то кому-то не понравилось. 98% сразу скинул нам. Но это уже не важно. Мы уже бонус получили. Он как бы есть. Так, что-то тебе не понравилось. В меню просто ужас. Вареный окунь ужасный, говорит. Да, нам товарищ. Вареный окунь. Что у нас там такого ужасного? Вроде нормальный. Вареный окунь. Да, нормальный рецепт, реально. Супчик получается у нас такой здесь из окуня. На этом уровне вот реально супер часто случаются пожары. Просто чуть ли не при каждом приготовлении. Хотя и скиллы все хорошие, и оборудование хорошее. Но, видимо, игра просто начинает подушивать к концу. Вот таким макаром. Ну, окей. Ладно, не особо это на что-то влияет, конечно. Но просто здесь постоянно бегают, что-то там доделывают. Так, во, все, шикарно. Вот соточку обратно вернули. Денежки идут к нам. Уже из минуса вышли шикарно. Значит, точно не проиграем. Как минимум. И просто смотрим. А давайте посадочку нам, пожалуйста, плотненькую. На 12 персон, пожалуйста. Если, так сказать, 12 столиков все займите. Было бы классно. Но пока только 7 максимум. Я надеюсь, может быть, сейчас люди к нам еще придут. Так, еще давайте, давайте. Там сразу уже уходят. 7 пока, 7, 6. Мало-мало, давайте больше. Больше народу к нам. 8 столиков. Не, не успевает. Не успевает столько народу набиться, к сожалению, пока что. Но посмотрим. У нас столиков-то больше, чем 12. У нас 14-х получается. Поэтому вроде как должны бы и, собственно, прийти и забиться когда-нибудь. Ну, может быть, не сегодня. Окей. В общем, ждем. В любом случае, деньги копим, да. Чтобы купить еще участки. Эх, 10 столиков. Ну, а вот, кстати говоря, количество у нас за столиком ребят, конечно, тогда уже влияет на забитость. Потому что чем больше людей, тем дольше они будут, естественно, делать заказы для них. Но сегодня было максимум 10. Посмотрим, как будет через денечек. Посмотрим, кто у нас там появится. Может быть, может быть, и забьется 12. Ну, а если что, там пару стульчика добавим еще, чтобы ребят приходило тогда побольше. И как-нибудь наши ребятки, думаю, справятся с этим. Так, язык без костей. А вот давай, душа компании тебя тоже возьмем. Добавил еще парочку столиков. Тут и на двух людей есть, и на одного еще побольше стало тоже. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как будет забиваться все это дело. Достигнем мы сегодня отметки с вами в 12 одновременно забитых столиков или нет. Посадка такая. Ну, посмотрим, посмотрим пока. Четыре столика у нас с ним получаются. Ну, сейчас только день, начался, понятное дело. Пять столиков. Я думаю, что вечером будет много народу, как обычно у нас здесь бывает. И мы с вами увидим необходимое количество столиков. Но пока просто наблюдаем, пока собираем денежки, так сказать, со всего и вся. И копим их на покупку участков. Нам все равно нужно еще три участка прикупить. Там 800 баксов тоже стоят, так что надо немножечко подфармить. Ну, пока вроде ребятки более-менее справляются и в зале и на кухне. Так что сейчас, наверное, новых даже нанимать не будем. О, опять загорелось. Ну, естественно, естественно, как же иначе. У нас там четыре огнетушителя есть. Я уже думаю, этого хватит, в принципе. Просто проблема в том, что он бывает, когда перекидывается на соседнюю, до полка начинает гореть. И вот сейчас-то душ Нилова пойдет туда-сюда скакать. Ну, там ребята в любом случае справляются. Все, смотрим, что у нас там дальше. По залу, значит. Ну, пока четыре столика по-прежнему. Ну, ладненько, пока, собственно, фармим денежатки. Давайте мы с вами сейчас прикупим тогда еще участки. Я думаю, у нас как раз две тысячи накопилось для этого дела. И так, у нас здесь 800 участок здесь. А тут хоть четыре сотни участки стоят. Нам нужно три, да, их купить еще. Да, еще три, но можно вообще мелкие купить, не бариться. Раз. Два. И вот это вот, например, три. Все, в принципе, здесь мы с вами тоже сделали. Осталось только посадку. Ну, посадку мы с вами сейчас можем ценники немножко подубавить. Вот, фармим только, опять же, чтобы сильно в минус не уходить. Вот, и там уже будем с ценниками играться. Тогда посмотрим, что еще можно будет сделать. Ну, и нам осталась только вот последняя задачка. Да, может быть, даже сегодня забьется. Хотя, честно говоря, хрен его знает, где, конечно, идут. Но кое-кто успевает, так сказать, отобедать и уйти дальше, да. И, соответственно, освобождает столик. Поэтому, либо опять же, будем просто посадки больше делать. Столив именно. Ну, по идее, и так должно забиться нормально. Так, вот интересно, сейчас засчитают меня или нет. Или, скорее всего, уже они ушли. Проверим. Ну-ка, давай, будет ли 12-й. И нет, к сожалению, опять чуть-чуть не хватило. Но наши ребятки там прокачиваются. И становится все больше и больше клиентов в час. Это как раз то, что нужно. Еще столько пошире, побольше сделал. Пусть все-таки для трех ребят сделал. Ну, в общем, ждем, ждем. Со дня на день вот должно необходимое количество, прям чувствую, прийти клиентов. И все будет шикарно у нас с вами. Потому что посадку я значительно увеличил. Там и для двух людей больше стало, и для трех даже из компании, собственно, стало. Из трех человек с столы появились у нас побольше тоже. Вот. Тут, собственно, немножко кухню расширил все-таки. Ну, так, сейчас это сделал, знаете, закуточек такой небольшой. С дополнительным складом, на всякий случай. Потому что с рецептов чуть больше тоже стало, там всяких разных. И, в общем-то, продолжаем обслуживать. Но сегодня в час пик было 11 мест. Почти, я уже думал, я уже думал, что сегодня будет 12. Но, увы, к сожалению, там, так сказать, отобедать решила компашка быстрее, чем пришли еще одни ребята. Ну, в общем, посмотрим. Так, а вот, возможно, сейчас здесь что-то интересное для нас сегодня будет? Нет, к сожалению, ничего интересного здесь для нас с вами особо нету. Увы, ах. Ну, давайте пока успокоение тебе возьмем. Хотя, тоже не то, чтобы ты стрессовал по какому-либо поводу, но так или иначе. Возможно, сейчас будет. У нас с вами сейчас 11, должно быть столиков. Было бы быть, но, к сожалению, нет. Девять, да ёппарсотэ. Десять так и держится. Ну, давайте, одиннадцатых двенадцатых упередите, пожалуйста. О, люди, собственно, получили свои блюда и пошли, собственно... Ну, знаете, это промах того, что мы с вами слишком быстро и хорошо обслуживаем ребят. То есть, они обслужили, и следующие сразу залетают. Все. Но, при этом, никак 12 не можем, блин, добиться. 12 что было? 11 сейчас, скорее всего, будет, да? Да, 11. 12, может быть, успеете все-таки кто-нибудь? Ну-ка, давайте. И? И, 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 и? Ну, еще люди идите. Давайте, давайте, идите к нам, идите. Да, в смысле 10? Куда они испаряются? Они же сидят. Куда они, блин, испаряются? Давайте, заходите к нам. Какие 10? Должно быть 12. Должно быть, прямо сейчас. Ну же. Будет 12 или нет? Кто-нибудь, придите, пожалуйста, в наш ресторан. Ну же. И опять 11, да? Серьезно, опять 11. Опять они такие, типа, ну ладно. Пыры-пыры. В общем-то, больше у вас здесь... Только что было 12! Я видел! Я видел, было 12. Или это 10 было? Блин, возможно, показалось. Мне казалось, что 12. На секундочку буквально щелкнуло, и все. Ладно, ожидаем. Но сегодня же вряд ли, конечно, набьется 12. Зато, пожалуйста, пожары. Пожары по КД. Я даже немножко расставил их в шагном порядке, чтобы они друг от друга хотя бы не загорались. Как это было раньше. Но окей. Потихонечку звездочки поднимаем. Уже 4 звезды целых у нас с вами. Нормально. Но вот, к сожалению... Опа, может быть все-таки... Все-таки может быть еще будет? Что, что будешь делать? Они как будто бы реально испаряются. Вот видите? Наконец-то! Ё-моё! Наконец-то мы с вами сделали все. Отлично, друзья. Боже мой. Невероятная сторона, на самом деле. Получился огромный, здоровенный посадки. Много обслуживаем всех. Просто как из пулемета, что называется. И причем я ценники урезал. У нас сейчас цены всего лишь x3. И при этом мы с вами потихонечку в плюс идем. То есть, ну, понятно, что можно сделать x11 сейчас спокойно вообще. И улетит здесь цена, но нам с вами просто это не нужно. Поэтому почему бы и не сделать доступные цены для всех абсолютно, как это у нас сейчас происходит. И за это получаем много-много звезд, в том числе, кстати говоря. Что ж, друзья. Мы с вами завершили все миссии, которые были доступны нам с вами здесь. И на этом мы с вами будем потихонечку с данной игрой прощаться. Такая вот интересная, на мой взгляд, залипаловка. Опять же, да. Ресторанный бизнес, все дела. Жаль, что нет песочницы. Есть только вот компания, которую мы с вами прошли. Завершили больше там миссий и нету, в общем-то. Но так или иначе. Надеюсь, вам, друзья, также понравилось. Ну, а мы с вами, как всегда, увидимся в новых интересных проектах. Поэтому не забывайте нажимать на колокольчик, оставайтесь с нами. Всем до скорого и пока-пока.